Город или депутат, или кто-то, он должен встать в Думе и сказать, ну вы что, с ума посходили, что ли? Ну мы не можем вообще от всей России ничего не делать, а только в Москве в бухость 3 триллиона рублей в расселение домов, где люди не хотят расселяться. Вот в Москве, прямо там час назад был митинг очередной против инноваций, там не хотят расселяться, но освоят 3 триллиона рублей для того, чтобы просто украсть денег. А здесь-то никто, ну вот пожалуйста, губернатор рвет на себя одежду ясно-новгородцев. Мэр, единороссы, ну встань, скажи это слово. Скажи, ребят, давайте, а можно, пожалуйста, в программе реновации расселить два дома в Великом Новгороде? А не все расселять в Москве? Ага. Ну, оно же лежит на поверхности, верно? Просто, ну вот очевидно, но получается, вот стоит Путин, Собянин, они говорят, 3 триллиона рублей выделим, здесь разбилим. Вот все стоят единороссы, они все молчат и кивают. И я где-то с заднего ряда подпрыгиваю, подпрыгиваю, говорю, а как же, ну, ну, глупо же, ну не может вся страна работать на Москву. Невозможно все деньги, как москвич, я это говорю, потому что и москвичу хорошего это не приносит. Не может быть так, чтобы все деньги, которые вы здесь заплатили, забрали в Москву и там распилили. Но все молчат. И никто не хочет этого сказать. Вот об этом наша избирательная кампания. Об очевидных вещах, которые просто нужно сказать громче. Потому что все остальные трусят. И когда мы эти вещи скажем, все за нами пойдут. Абсолютно все. И вот это вот опоры власти, и полиция, и Росгвардия, и все на свете. Но они тут сами засчитают. Ну а что милиционер здесь в Великом Новгороде? У него какие перспективы в жизни? У него огромная зарплата. Ему квартиру здесь дают? У него там какая-то ипотека есть? Да ничего нет без перспективняк же полный в стране. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Я читал справку и смотрел Росстат про ваш город. И был немножко шокирован, честно говоря, цифрой средней зарплаты в городе. Какая средняя зарплата в Великом Новгороде? Все шокированы. Все шокированы? Вы шокированы? Мы по-разному шокированы. Потому что я видел... Заявлено. Заявлено. Значит, информирую вас, если вы в курсе. Значит, зарплата официально по Росстату, средняя зарплата за 16-й год 34 700 рублей. Да, да, Алексей Навальный. А что вы меня-то свистите? Давайте поздравляем губернатору. Это Росстат, реально. И я делаю это в каждом городе. Я спрашиваю об этом. Еще пока я не видел города, где люди бы сказали, да не может такого быть. Это мое любимое голосование. Ну, за меры общественного мнения, которое придает мне силу. Да похуй, я сюда специально ехал. Давайте, пожалуйста, поднимите руки те, кто знает людей... Только за полный рабочий день. Жалко, здесь нету мэра или губернатора, или единородства. Спасибо. А кто знает... А, исполняющие обязанности, ваши выборы еще не прошли. А кто знает людей, которые получают меньше тридцатки? А что смеетесь? Ну, вот я бы... Росстат-то говорит. Росстат-то говорит тридцать пять. А кто знает людей, которые получают меньше двадцати пяти за полный рабочий день? Нет, мы будем опускать, чтобы растянуть удовольствие это, да? Спасибо большое. А кто знает, кто получает меньше восемнадцати за полный рабочий день? У меня такое ощущение, что поднимают руки одни и те же люди. Ну, поднимают руки одни и те же люди. Это правильно поднятие? Они одни и те же люди. И это совсем не предел. Давайте, ну, не для того, чтобы мне подыграть, а для того, чтобы... Я так понимаю, скептически настроен. Не верите в это голосование? Почему не верю? Наверное, верю. А кто, честно, не для того, чтобы мне подыграть, а честно скажите, есть у вас знакомая, про которую вы точно знаете, что он за полный рабочий день получает меньше двенадцати тысяч рублей? За полный рабочий день? За полный рабочий день. Что, не верите, что такие есть? Ну, а кто? Вот у вас кто такой знакомый? Где он работает? Он работает на почте. Женщина. За полный рабочий день. Человек работает на почте. На государственной почте. В государстве, которое продало нефть и газы на три триллиона долларов за последние годы и получает меньше 12000 мы садимся на машину мы едем 4 часа и приезжаю страну под названием эстония керальт я вот о том же подумал что за день двенадцатого реча подскажите мне есть нефть есть газ алмазы золотые шпроты обычные шпроты уголь но нет ничего там нету средняя зарплата в эстонии 1100 евро 70000 рублей даже больше и это же не просто знаете мы находимся там в тысячи километров или у нас здесь другой климат или вообще что-то у нас природный ресурс отличаться то ничего то же самое такие же люди но тем не менее качество жизни и уровень жизни абсолютно другие и наши компании мы уже этот никакой тюрьмы простой вопрос если большинстве стран даже восточный элементарная проблема нищеты не решена проблема дорог решена базовая проблема здравоохранения то почему мы-то не можем решить ее я как не говорю про дороги с каким-то единороссом они мне все говорят ну ты же понимаешь невозможно почти в россии все дороги горизонтально нет неудобно постройся дом на этом участке постройся дачу на этом участке я заработаю светом на я вы же все сидите с пк я с телефона вот это нужно ликвидировать и тогда на всю заработать она все прекрасно заработать все это сделать можно мы никого наша компания не про золотые горы про очевидные вещи которые лежат вот просто на поверхности которые которые мы точно можем добиться но слушайте мы в ракетах космос запускаю у нас есть авиастроение то есть у нас есть направление промышленности которых нет в большинстве стран мира это означает что в среднем мы должны жить лучше но мы-то живем в нищете здесь официально в новгородской области 19 процентов людей живут ниже прожиточного минимум прожиточный минимум сколько 8 они получают меньше 8 как они живут ну как ну как вот картошку сажают что-то делают такое и возникает и опять же элементарный вопрос вот я нахожусь здесь в новгороде колыбель русской цивилизации там главный город россии с исторической точки зрения мы строили отсюда нашу цивилизацию строили там люди умирали работали воевали построили опять же промышленность ну запустили ракету в космос у нас есть атомная промышленность у нас много чего есть и на выходе мы имеем что что человек должен сажать картошку чтобы выжить как блин в 19 веке вот и все вот мы ведем компании для того чтобы эти вещи побороть их можно побороть быстро и понятно что с этим делать и понятно что делать с коррупцией этот триллион рублей в год которые воруют на госзаказе по оценке медведева не моей медведев говорит я знаю что с этим делать мы законопроекты написали несколько лет назад но их не хотят принимать незаконное обогащение чиновников я знаю что с этим делать лежать же эти мы по 20 статью и законопроекты и написали борьба с коррупцией готовы на этом не единая россия говорит что ты хочешь вернуть сталинские порядки почему сталинские порядки я просто говорю чувак если ты не можешь объяснить где ты взял яхту либо объяснять где взял деньги либо мы возбуждаем против тебя уголовное дело это сталинские порядки нет вы согласны с этим и все согласны мы опросы проводим 90 процентов за это но пробить то невозможно вот главная вещь которую нам нужно запомнить что мы большинство каждый пункт программы вы встретите здесь любого человека какой-то я не знаю он за путина ватник или кто угодно несет какую-то чушь про третий путь развития но по каждому конкретному пункту вы ему скажут что он скажет да против коррупции да хочешь поднять минимальную зарплату хочу и так по каждому пункту поэтому вот важно не относиться к нашей компании как-то ну как будто это прикол или иронически важно верить свои собственные силы потому что никто же вообще ничего не ведет и не делает вот считается что власть это огромный монолит и мы такие вот и навальный бежит с разбегу и головой там бах в эту стену и отлетает и бах и там дон кихот едет на ослике и против гигантской мельницы да ничего такого нету нету ни стены не гигантской мельницы есть просто инерция люди просто привыкли путин стал президентом случайно его назначил ельцин и вот они сидят у этой власти просто народ на не смотрят каждый раз когда народ там что-то скажет по ним там алису волкс там птаху алише русманова и считаю что этого достаточно но и до сих пор это работало вот я хочу чтобы она перестала работать никто просто не ведет политической работы когда мы начнем агитировать мы сами удивимся как быстро весь город будет за нас мы сами удивимся как легко половину населения захватить просто нужно верить самим себя и нужно победить выходе этой компании нашего главного врага который кто телевизор система неверие неверие ну поднимите руки те кто пытался агитировать уговаривать людей а разъяснять что-то спасибо а теперь поднимите руки те кто слышал в ответ фразу ну коррупцию не победить все всегда будут воровать вот она понимаете на чем держится бутин вот он агитация просто на этой фразе и нужно ходить и доказывать что можно победить коррупцию что были случаи пожалуйста континентальный китай крупе в гонконге нет коррупции в сингапуре нет коррупции грузия самая коррумпированная республика ссср на низовом уровне нет коррупции даже там все это можно делать поэтому сначала набираемся уверенностью внутри себя а потом с этим идем и удивляемся что ничего себе сколько у нас сторонников поэтому я уверен что здесь великом новгороде вообще во всей области у нас будет супер компания и мы победим прямо в в первом туре спасибо большое готовить учет к вопросу а сейчас у нас только за человеком что спрашивать не хотите вот иногда будут такие вопросы которые ставят в тупик философия свобода и что я хочу чтобы все всех оставили в покое чтобы никто никому не лез что был предприниматель он точно знал что не может ему при никто прийти завтра и сказать выходе из офиса мы там сносим тебя или к нам что то обязан или должен или мы каким-то образом как систему платон питер должен платить рутенбергом не в бюджет а рутенбергом вот я хочу чтобы этих оставили в покое я хочу чтобы любые люди говорили в интернете что хотят даже можно какие-то мерзкие гадкие вещи но они это же разговор они просто шевелят губами они никого не убивают правильно я хочу чтобы церковь не имела права и сажать пожалуйста вы можете быть выписывайтесь не против такой же ролик сделайте диск соколовскому лякать называется вызвать его на версус обрубайте его один на него там что-то сделать на верующий саду вообще не вижу этих проблем но говорит и говорит я в ответ могу чуть сказать а для меня свобода чтобы человек полицейского не боялся у нас ведь ну это даже по опросу восемьдесят четыре процента людей они увидят полицейского пришел другую сторону дороги ролик сегодня как полиция разгоняет фестиваль красок а школьники кричат ну это смешно но это же игра это катастрофа национальная это национальная катастрофа уровень преступности потрясающий но идите полицейские занимайтесь делами нет мы будем ловить школьников школьники будут значит ауе они по жизни останутся ауе потому что как они к этой власти относится ну а это катастрофа поэтому свобода просто не мешать людям в их нормальной ежедневной жизни вопрос как вы относитесь к тому что сашу спилберг пригласили в государственную дому и если вы станете президент вы будете поддерживать такую же политику приглашать блогеров какие-то известных для какой-то коммуникации сможет быть с общественностью когда я стану президентом я давать сначала по началу повторить или все слышали как я пошел потому что саша спилберг когда я стану президентом в госдуме будут работать они заниматься фигней вот и все ну что за ерунду придумали принимайте законы вы сидите получаете зарплату четыреста пятьдесят тысяч рублей в месяц бесплатные квартиры под дачу нас есть еще мы оплачиваем это арабу они приглашают сашу спилберг и смотрит на неё на что-то говорит ну-ка это глупость на самом деле взрослые люди собрались к не нужно этим зря они для чего ее позвали потому что они не понимают что делать с вашей затеи с нашей затеи проводить здесь митинг 12 алиса вовсе не сработало так и не сработало сидят саша спилберг нам поможет она выйдет и скажет она сказала я не понимаю зачем выходить на митинге против желтых кроссовок ну я же не против желтых кроссовок против человека который в кроссовках система кроме купить яхты по которой он ходит в этих кроссовках мы все все бывает глупость и не нужно заниматься этим чем видеоблогеры пустил и чё хотят включать она молодец в дюме сейчас давайте по поводу церкви спросим значит алише русманов подал на меня в суд да по многим многим разным пунктом конкретно он оспаривают фразу который сказал даже не фильме фильмы мы про его судимости не говорили я сказал в передаче у соболь на овальный лайф кто смотрит кактус а знаете значит о чем я говорю соболь будет довольны я передаю что так много я смотрю а я сказал следующую вещь что усманов который сидел в ссср то ли за изнасилование то ли за мошенничество это первое второе ждите скоро выйдет мой ответ усманову и все посмотрите я на эту тему тоже скажу с чем чаще раз юнармия так удивился что у меня даже что такое ударами а это типа типа кадеты что ли ну какие-то ну смотрите ну зорница вообще я не за когда я был маленьким я любил играть зорницу но как я жил военном городке под вас было интересно стреляли и все было красиво то есть если это на самом деле школьники которые хотят готовиться к армии или хотят служить по контрактному службе им нравится марширователи разбирать собирать автомат таких же довольно много и если это не требует колоссальных бюджетных денег но пусть она остается но то что сейчас происходит это просто как обеззаловка и во вторых идиотическая отрата денег вот из этой же серии подмосковье до подмосковье 5 миллионов человек они обязали все школы провести свои выпускные в парке патриот ну где танки стреляют и все такое там на ушах стоят естественно все школы все девочки говорят какого черта там я в платье пойду лазить по каким-то там рвам и окопам мы хотим иначе видеть наш выпускной вот это глупость которая заключается в том что они захотят хотят затащить как можно больше молодых людей в свою казенную штуку конечно я против этого и опять же это бессмысленная трата денег вопрос алексей скажите пожалуйста у нас сейчас будут выборы губернатора ну и соответственно есть муниципальный фильтр где надо кандидату набрать что есть подписи депутатов разных уровней естественно только у единой россии есть такое количество кандидатов ни в одной другой партии таких количество депутатов нет как вы считаете сам муниципальный фильтр является созданием резервации из новгородчины или все-таки это благо вопрос про выборы губернатора и муниципальный фильтр ну скажите мне пожалуйста давайте составим прогноз такой сложный кто станет губернатором вашей области ну все понятно этот муниципальный фильтр это фактический запрет но мы же понимаем с вами это вот вновь к вопросу о очевидных вещах о которых все молчат и кто-то должен крикнуть у нас нет выборов губернатор у нас губернаторы назначаются муниципальный фильтр будет запретного движения людей это все грандиозная фикция которая просто сделана для того чтобы путин на прямой линии говорил там изображая себя такого дурачка ну у нас же выбирают губернаторов у нас же конкуренция ничего этого нет это фикция это вредная фикция и я абсолютно уверен что чиновник которого выбирают будет лучше чем назначенные чиновник я не просто уверен исторические данные показывают это что выбирать мэров и выбирать губернаторов всегда лучше потому что они лучше работают потому что они хоть как-то боятся населения потому что они желают переизбраться они зависит от кого-то атаку вашего никите насколько избирателей 11 ему нужно услужить одному человеку ему не нужно перед вами там вот что-то я не знаю там отвечать на вопросы или отчитываться может до фонаря что происходит один человек он означает один человек не заплатили с преседентом мы все это отменяем нормальные прямые выборы губернаторов и мэров и никаких потомных сроков значит четыре года работаешь можно еще четыре потом ты перестаешь без губератор никаких людей которые сидят по 25 лет не будет вопрос что буду делать с военным бюджетом и военный бюджет самая главная вещь про военный бюджет сказано не мной а счетной палатой россии которая на прошлой или позапрошлой неделе выпустила отчет в котором написала вещь которую я честно говоря я читал ее и мне хотелось бегать по офису и орать и удивляться почему вся страна не бегает и не орет они же написали что 25 процентов на гособоронзаказ сразу обналичивается через банки однодневки то есть вы представляете себе выделяется там триллион нам вешают лапшу на уши что мы сделаем самые лучшие там что-то что-то и они из этого триллиона 250 миллиардов просто сразу обналичивают распихивать по чемоданам и развозят друг друга чемоданчиков с колесиками это безумие конечно поэтому вообще в целом военный полицейский бюджет он сожрал всю страну он отнял деньги образования он отнял деньги у здравоохранения скажите мне ну здесь более молодые люди может быть высказать узи легко ли быстро и бесплатно получить узи в ваш области мрд 3 тысячи если получаешь 12 да нет трехтысячный мрт легко ли бесплатно получить мрт турника к кому учили жди кого-то год жди кого-то понимаете опять же двадцать первый век 2017 год господи мрт это везде стоит во всех странах мира вообще нет проблем пришел получил ну я просто имею опыта делал эту операцию в испании я там платил тоже был иностранец государственная клиника пришел любой человек бесплатно все сделать и у нас так можно делать но военно-полицейский бюджет все сожрал поэтому я считаю что мы в первую очередь должны в два раза повысить бюджет на образование здравоохранения военный полицейский бюджет сократить за счет как раз этой коррупционной маржи который позволит там зарплату то внутри даже повысить просто нужно коррупцию здесь а это странно вот так повторю что все было слышно что я было дело с уровнем культуры стране потому что сейчас бухалова и все такое вера во всякую хрень типа церкви и жидомосом слушать я верующий я могу сказать что это хрень смотрите с уровнем культуры в стране административным образом бороться нельзя я стал президентом ячу выпущу указ поднять уровень культуры великом новгороде на 17 процентов выпустит а федеральную целевую программу повышение уровня культуры а он на самом деле как это не парадоксально вот правильно про меня говорит вот это вот женщина в этой красной штучке и вот так деньги 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 это зависит от дохода но на самом деле вы брали говорите бухалова я приехал сейчас мы приехали из пскова у вас здесь такая же проблема повальный алкоголизм верно почему пьют тут уж без надёга без исход делать нечего но да успокойся с подарком прошла нет имеющий среднее образование он не пьющий он работящий на какую самую большую зарплату устроиться на 30 устроился и он не пьющий он нормальный он устроился на 30 тысяч он приносит зарплату жена ему говорит а купить а сделать то ничего нельзя и дети твои подросшие говорят а мы хотим такие же красоты как у медведь его а потом кто-то говорит папа вот как бы я бы честно говоря хотел бы iphone но на 18 лет и он понимает что ему нужно iphone покупать в кредит и выплачивать несколько лет поэтому просто думаю ты мой мой пойду куплю бутылки водки забуду обо всем так оно и происходит вот это безнадёга она приводит в том числе к ну как алкоголизм потому что пьешь живешь плохо не пьешь живешь плохо поэтому вот уровень культуры очень сильно зависит мы должны поднять реально заработную плату то есть много всяких умных вещей можно сказать и реформах но проблема в том что у нас человек живет от зарплата до зарплата и все зарплата сливает на то чтобы выжить до следующей зарплаты не уровень культуры не уровень там непродолжительность жизни ничего не вырастет до тех пор пока люди не начнут получать зарплату как опять же как сказал уже хотя бы как в эстонии дальше страна просто а низкий на 1 вопрос что просто программы где я говорю что индивидуальных предпринимателей нужно освободить от налогов я к этому ввязывается с пунктом о том что должна быть минимальная зарплата от налогов отчетности это важнейшая вещь из интереса здесь есть и по штуке мы делаем предприниматель бывшие вот я выше а почему закрыли потому что приходится платить большой налог правильно и пенсионку всякую социалку а это не просто мое убеждение это просто расчет и этот расчет говорит о том что сейчас и прошли индивидуальный предприниматель это даже не метод обогащения ну не видали мы и пешников миллиардеров с домами для уточек да это просто механизм выживания платить налогов они все равно очень мало поэтому я считаю что на нынешнем этапе нужно вообще оставить в покое пусть делают что хотят нужно отпустить их разрешить им не сдавать эти отчеты в налогу все равно там копеечные налоги они платят дать им нормально спокойно работать но они должны купить только патент и они должны платить зарплату не меньше двадцати пяти тысяч рублей и эту зарплату мы освободим от большей части зарплатных налогов сейчас люди получают зарплату в конвертах почему потому что зарплатные налоги огромные ты разоришься если будешь белую платить зарплату поэтому должны снизить вот эту часть дать им возможность платить белой зарплаты и пешник мы от тебя от всего освобождаем но платить человеку меньше 20 не меньше 25 тысяч и на этот счет есть расчет что она будет работать то что она работает в большинстве развитых стран я вам обещала на данный вопрос да я потом повторю для всех значит вопрос о коррупции можно победить приводится пример символов в том что он поменял всю полицию во вторых он жестко присыпал в полицию даже если его родственники на этом попадались он выступал с ними очень жестокий но там что он не может а у нас вся полиция как вы понимаете разрешена на что вы вопрос о коррупции можно победить приводится пример сингапур где лик ван юл как известно жесткими методами там просто всех пересажал разогнал полицию когда даже его ближайшее окружение было замечено в коррупции он просто тоже всех безжалостно сажал но при этом вопрос в том что сингапур то маленький а россия большая сможем ли мы это сделать значит страшная правда заключается в том что россия тоже достаточно маленькая она географически гигантская но если мы соединим все места где живут люди она будет довольно маленькой страной у нас просто гигантским же пространство который на которых либо никто не живет ну либо они непригодны для жилья тоже здесь где прекрасные места для жилья едешь из пускова в новгород ну ты же практически населенных пунктов не видишь у вас население области за последние годы сократилось на 19 процентов то есть вот она опять же национальная катастрофа люди вымирают и разъезжаются поэтому на самом деле реальные места где живут люди и реально вот то что нужно управлять страна людей она не такая большая все это можно изменить есть большие страны в сша есть коррупция но там не такой все-таки уровень коррупции даже в индии сейчас гораздо меньше уровень коррупции даже страшно сказать в китае мы всегда смеялись над китаем что они нищие работают за копейку и там ужасная коррупция но сейчас то зарплата в китае выше чем в россии в среднем выше чем в россии по-прежнему там дешевая рабочая сила считается но зарплата выше чем здесь и коррупции ниже чем в россии поэтому все это можно сделать нам не нужно миллионы людей менять нам нужно в первую очередь поменять верхушку верхушка чтобы жила по правильным нормам и правилам потому что сейчас вы смотрите я не знаю любой чиновник вашей новгородской области как мы его убедим быть честным ну если узнает про если он смотрел мой фильм и понимаешь ну вот оно правило ты можешь красть сколько угодно но если ты сохраняешь политическую лояльность и никто не тронет он понимает что это правильный паттерн поведения быть жуликом но политически лояльным нужно изменить это все нужно чтобы вы все отлично знали кто президент где его семья о чем они зарабатывают как они выглядят где они ходят где они живут кто их там родственники сейчас же ничего не известно про них кто самый молодой миллиардер в россии взять путина это как бы вроде бы общеизвестно но официально же не признается нигде когда его спрашивают об этом единственный раз он говорит я ничего не буду вам рассказывать ничего себе как ты не может нам рассказывать то президент целой страны парадоксальная же ситуация все знают что его взять самый молодой миллиардер в россии и это закрытая и запрещенная тема когда этого не будет когда верхи начнут жить нормально коррупцию постепенно мы будем давить и так она работает давайте я сзади давно не про вопрос а кто там хотел парни слушать смотрите этот вопрос может быть не всех устраивает я знаю кто сильно заморачивается по геополитике но у меня очень простой подход я сижу я президент у меня две папки на одной написано восстановление пальмиры другой написано восстановление великого новгорода что выбрать какую таблетку мне выбрать и здесь значит мой выбор заключается в том что я очень люблю народ сирии очень люблю все остальные народу но я могу честно сказать даже с кого-то не понравится что я не дам ни одной копейки на восстановление пальмиры я обещаю ни одной копейки пока я здесь все не восстановил я не буду тратить деньги непонятно куда у меня не будут плавать какие-то корабли туда обратно сплаву 17 миллиардов рублей стоило путешествие петра великого это на черта ну дайте зарплату хоть немного повысить в эти пенсии кучу везде как дома там сидела поэтому моя внешняя политика даже здесь интернете по домашним трафикам являясь ядерной державой обладая ветром совета безопасности он она будет одной из ведущих держав мира и нужно оставаться на этом но не ценой того чтобы делать просто всех нищими я не буду никого прощать долги я хочу чтобы все деньги работали здесь на российскую федерацию значит вопрос про украина я так понимаю правильно будем ли восстановим мир с украиной война с украиной приносит нам огромные убытки она у вас деньги отнимает каждый день ведь это простой ребус опять же тоже из очевидных вопросов смотрите есть там днр лнр там живут вам около двух миллионов человек вопрос из них большая часть пенсионера кто не платит пенсии ну где они деньги-то берут правильно в буквальном смысле камаза с деньгами выезжают из центробанка едут сюда а мы как-то им кричим ребята заезжайте сюда к нам великий новгород один камазик отправьте нам мы сможем здесь справедливо разделить они говорят нет мы поедем туда там тоже люди их тоже жалко это там большая проблема нужно это прекратить нужно это прекратить война наносит там огромный экономический урон и поэтому я сделаю то что путин подписал выполнил минские соглашения и с этого начну регулирование до вопрос будет ли ульстрация нынешних чиновников вы хотите ульстрации нынешних чиновников частично а что значит частично кому чего отрежем вы смотрите когда говорят люстрация просто любой нормальный человек имеет ввиду под люстрации что что эти воровские морды нас достали я хочу их наказать за их воровство за их преступления но это не даже не называется люстрацией нам не нужно люстрировать алишера усманова мы его привлечем уголовной ответственность ответственности за неуплату налогов не нужно люстрировать медведева мы его посадим за взятки а всех этих людей не нужно люстрировать чурова или элу панфилову они фальсифицируют выборы это уголовное преступление поэтому а здесь люстрация не нужна Люстрация это наказание без вины Вот мы решаем с вами Всех единороссов высшего уровня Хорошие там есть плохие Мы их наказываем, например запрещаем Избираться на государственной должности Я буду голосовать за такую меру Но это вопрос большого консенсуса Новый парламент, в котором будут либералы, националисты Правые, левые, мы пустим всех Вот они должны в целом решить это все Чтобы было национальное единство по этому вопросу Да Алексей, у меня к тебе тоже тысяча вопросов Главный, да Значит первый, московский вопрос Он догнал тебя здесь, из Москвы Москвичи, как известно, два раза в день Очень любят свое правительство, которое Прикрывает дороги и едет по своим домам Значит вопрос, соответственно Когда ты станешь президентом Собираешься ли ты переводить из Москвы Вот органы власти, аппарат президента И второй, короткий, что со зрением Как себя чувствует Глазик, какие перспективы Как себя чувствует Глазик Так было, спасибо большое Ну, то есть внешне уже почти все нормально Если я закрою, если я так смотрю, я вижу Кучу прекрасных людей А если я так смотрю, я уже только прекрасные синюаты В основном Но мне врачи сказали, что восстановят То есть я не буду видеть уже так, как я видел У меня не будет единицы зрения уже никогда Но возможно, если нормально будет Как бы развивать, то будет минус пять Ну вот, чуть минус четыре По крайней мере, мне должны снять швы Ну и посмотреть, что там, что в итоге получается Вот козел он, а! Ну я согласен на сто процентов А что касается перекрытий дорог Ну это реально идиотство Опять же, которое приносит кучу проблем и убытков Сто тысяч человек стоит Опаздывать на работу Горит бензин в машинах Амортизация, загрязнение окружающей среды Для того, чтобы просто парень проехал Ну пролетим на вертолет Или даже ими в Кремле Я против того, чтобы президент работал в Кремле Что такое Кремль? Это средневековая крепость Ну вот-вот у вас, Кремль Какого черта чиновники должны сидеть в Кремле? Он не пригоден для этого Он должен быть в музее Поэтому я считаю, что нам нужно значительное количество органов власти Вынести просто из центра города Для этого же и приделали так называемую новую Москву, да? Гигантские территории присоединили А дальше как-то про это все забыли И просто сейчас нам их нарезают И по застройку друг другу раздают Конечно, президент не должен сидеть в Кремле И эти перекрытия дороги не только для президента Вы же для каждого охламона из администрации президента Они должны быть прекращены Вопрос Да, Ранат Винтар У вас популярна внешняя политика Развращать его И как вы собираетесь, чтобы снять с нас Сняли санкции А также ваша политика насчет Ну, сексуальных меньшинств Так, и Крыму сексуальное меньшинство Окей Слушайте, я для этого сюда и езжу Чтобы отвечать на абсолютно все вопросы То есть у меня нет такой вещи, что я говорю Я не буду отвечать на этот вопрос Значит, что касается Крыма Снятия санкций и всего остального Увы, ответ здесь неутешительный Я считаю, что проблема Крыма Как территориального конфликта Нерешаема Да, я считаю, что нужно первым шагом провести референдум Но при этом честно признаю, что мы ничего не сможем решить Ни одна территориальная проблема на планете Земля За последние 50 лет не была решена Ни одна И даже никто не продвинулся Вы посмотрите на Израиль Посмотрите на Северный Кипр На Европу В Европе все уже давно помирились Все друг друга любят А вот сейчас скандал снова из-за Гибралтара Да, Испания и Великобритания Невозможно решить территориальную проблему И все будут страдать Значит, будут эти санкции довольно долго еще действовать Крым, к сожалению, не будет развиваться Потому что он под санкциями Украина его не будет признавать Мы будем скандалить То есть все будут страдать, мучиться Мы, наши дети и наши внуки И, честно говоря, даже думаю, что правнуки Так, а что с гомосексуалистами-то? Можно продлить про Крым Сделать его Гонконгом Нашим Гонконгом Классно было бы, только как? Ну, как бы, сделать Гонконгом было бы хорошо И там, Великий Новгород Только там, ну, вот Все хорошо было бы сделать Гонконгом Но просто это невозможно сделать А как это сделать? Отдельная экономическая зона? Ну, да, это Гонконг возникнет Если победить коррупцию Гонконг почему развивался? Потому что там были английская администрация Английские суды Там реально нет коррупции практически Там абсолютная свобода предпринимательства Это Гонконг Нынешняя власть никакого Гонконга никогда не сделает Они же заявили в Сколково Ну и что, Сколково? Похож на Гонконг? Не очень Так, а про гомосексуалистов? Давайте вопрос конкретизируйте Что с ними нужно делать? Я понимаю, с ними власть, Вадим, идет борьбу Да, заключается в митинге Я считаю, это к вопросу о свободе Нужно всех оставить в покое Мне вообще Вот здесь я смотрю, вижу кучу людей Давайте запускаем То есть мне интересно, что вы делаете на митингах Что вы пишите все Мне вообще Спальте в твиттер Навальному Какие у вас там, я не знаю, отношения с вашими близкими людьми Я просто хочу, чтобы все были счастливы И здоровы, и все остальное Поэтому все люди одинаковые И мне просто не... Вот власть сейчас зациклилась на этой теме Потому что она отвлекает Там в 2003 году Вообще же эта тема не была ни в телевизоре, нигде А сейчас как не включишь телек, все время боремся с гейропой Какие-то вот... Вот гемосексуализм главная тема Я здесь не вижу никакой проблемы Нужно всех оставить в покое Вопрос, девушка табличку держит Ага, держал для молодого человека, окей Я же привлекла вашу Все, да, сработает Все Давайте сдавайтесь Значит, вопрос Сейчас секундочку, дайте на это отвечу Президенты, от вас? От вас Значит, я вас... 20% зарядки осталось Зарядка сядет быстрее Я без вас ничего не сделаю Вы мои волонтеры За что я вам ужасно благодарен И хочу учесть ваше мнение Скажите мне, пожалуйста, дорогие волонтеры Вы считаете, что президентский срок должен быть не 6 лет, а 4? Так вот, видите И я точно так же вместе с вами говорил Да, потому что это глупость Вот он был власти 18 лет И хочет быть еще минимум 12 лет Ну сколько можно? Если человек сам говорил в 2007 году Что через 10 лет любовь сходит с ума Так значит у нас уже 7 лет, 8 лет В стране сумасшедший президент И это чистая правда Потому что не существует ни одного правителя Который просидел бы больше, чем 10 лет И не спятил бы Ну власть реально портит людей И мне кажется, что со мной такого не случится Но доверять нельзя просто так человеку Поэтому, конечно, это основные вещи Мы сокращаем президентский срок до 4 лет Максимум 8 лет Никаких подрядов и никакой всей этой фигни 8 лет и все На пенсию Мемуары пиши Как в любых нормальных странах Не бывает богатых стран Где люди сидят по 20 лет у власти Просто не бывает Это закон Значит, еще один срок Это просто дорога к бедности Вот и все Вопрос Что вы будете делать с Чечней? Что я буду делать с Чечней? То же самое, что с Новгородской областью То же самое Чечня нуждается во всем том Что нуждается остальная Россия Только еще больше Там денег выделяется огромное количество Но население еще более нищее Ну мы видим классные кадры Как все гоняют на Порш-Каенах Но это же мы понимаем только верхушка Там мультимиллионеры и нищие внизу Там люди хотят большой нормальной зарплаты Они хотят нормального дохода Они хотят нормального суда Ты с чиновником конфликтуешь Ты прав, пошел в суд, выиграл у него Вот эти вещи в Чечне сработают, я убежден И никакого другого подхода не может быть Потому что, ну вот, Путин говорил иначе Он говорил, чтобы усмирить Чечню Мы должны, значит, там всех запрессовать Запрессовали Поставили человека Он создал шариатскую армию Мы видим каких-то людей, похожих на басмачей Они все вооружены Чертова знают они кто То ли они полицейские, то ли они бандиты Вообще невозможно разобраться Ну и что? И недавно захватывали там целый дом Из танков стреляли Дом сожгли Регулярный теракт Нападение на базу национальной гвардии То есть ничего не удалось решить Потому что не решается все такими вещами Нужно просто наладить нормальную жизнь Это план не только для Чечни Для всего Кавказа В Дагестане гораздо сложнее ситуация Посмотрите с дальнобойщиками, что происходит Ну тут дальнобойщики Работяги обычные Ну что нужно сделать, чтобы они не бастовали? Оставить их в покое Ну они работают Приходит Ротенберг, говорит А теперь платите мне Поэтому они недовольны Я хочу, чтобы их тоже оставили в покое Они работали на себя Обеспечивали свои семьи Были счастливы А я бы к ним не лез Вопрос Первый вопрос Отмена 282 статьи УК РФ Поддерживаете? Поддержу Второе Освободить всех политзаключенных И естественно последнего Кто там Подлинная В Демушкина Всех оправдать И всех, кто подействует Значит, меня часто спрашивают Первое Твои три действия Я всегда отвечаю Первое Освобождение всех политзаключенных Второе Введение закона О борьбе с незаконным обогащением Третье Судебная реформа Почему я говорю Первое Освобождение политзаключенных Даже не потому Что это люди Которые сидят в тюрьме Ни за что Ну мой брат сидит Полтора года сидел в одиночной камере Вообще Это влияет и на экономику Это влияет на инвестиционную привлекательность Когда в стране Людей сажают За просто так Направо и налево Но это просто Отвратительно Безумие Страна не будет развиваться Поэтому, конечно, мы освободимся Да, вы руку держите Один мой друг Пишет Чуть не каждый день В ВКонтакте Что Навальный Заносит Кто-то наверняка Заносит Большую сумму денег Чтобы Навальный Выполнил какие-то условия Если он придет в власть Я не знаю, почему Он не хочет Все вы сядете Но я хотел бы ему отвечать Но у меня нету данных Потому что им нету В открытом доступе Ну, нету данных О том, что мне никто не заносит Смотрите, как раз про меня Данных Вы скажите этому человеку Вопрос о том, что Знакомый Пишет постоянно Что Навальный За деньги Госдепа Ему заносят деньги Для того, чтобы он что-то Сделал с Россией Вы ему скажите Что Навальный Является Даже вынужденно Самым Прозрачным человеком В стране Ну, про кого репортаж Это про отель Про отель Великого Новгорода Про меня Я в Карелии В лесу С сыном Жарю шашлыки Какая-то лодка Там на горизонте Жена говорит Мне кажется Наши снимают Я говорю Ты совсем 65 У тебя паранойя какая-то Потом я смотрю Реально снимали Я стою в трусах С сыном Жарю шашлыки Поэтому В этом смысле Понятно, где я живу Ну, не знаю Вы видели мою жену На картинках там Или где-то Видели Детей моих видели Где они учатся Понятно Они в обычной школе Где моя квартира Ясно В декларациях Все указано Если бы у меня Было бы много денег Наверное Моя квартира Не была бы в панельном доме В районе Марина С видом На нефтеперерабатывающий завод Доход У меня нормальный доход Я не прибедняюсь здесь Но даже с моим доходом Например Я не могу себе купить квартиру И про меня все Я живу в съемной квартире У меня одно жилье У нас одна машина У жены То есть Я в этом смысле Опять же Даже вынужденно Прозрачен Я надеюсь Я не даду Такой степени прозрачность А какой-то Михаил Михайлович Хасьянов Дошел И там ФСБшники Не так много камер Установили В моей квартире Но за моим За моей деятельностью За моими деньгами Просто идет Постоянный Контроль Меня бесконечно проверяет У меня дома было Три обыска Материалы этих обисков Лежат в интернете Можно прям посмотреть Что изъяли Что нашли в квартире Сколько было денег Сколько чего То есть В этом смысле Вообще про меня все понятно Поэтому этому трубу Можете так и ответить Да Так я же уже ответил Про Чечню А почему Объясните Почему они должны Захотеть выйти Чтобы лишиться денег Что ли В том то и дело Это неправильная Постановка вопроса И неправильное допущение Но все время говорят Это же то чем Путин пользуется Он говорит Если меня не будет Россия развалится А что она должна развалиться До тебя она не развалилась После тебя она То есть Она существует Много-много лет Что она должна развалиться Почему Татарстан выйдет Из состава России А что он должен выйти Куда он пойдет Они хотят Простых вещей Чтобы было больше денег Потому что Сейчас все деньги Затащили в федеральный центр И вообще Ничего не развивается Нигде Вся страна живет без штанов А в Москве Все купаются в деньгах При этом москвичам Тоже ничего не достается Когда мы Когда я Президент Навальный Перераспределю бюджет Так чтобы Полномочия и деньги Здесь находились В регионах Никто не будет отделяться А зачем вам это надо Просто это будет бессмысленно Вопрос Сейчас начаться что ли Тяжело Тяжело Все долги в странах Которые должны Накончить Не очень много И вообще По какой системе Это происходит Почему никто не участвует Ни голосования Никто Это что Единалично решают За эти вакцины Отличный вопрос Извините Хрен задашь А почему прощается Игнорят максимально В какой системе Это происходит Абсолютно Слушайте Я вас там Виртуально Обнимаю Расцелую И сделаю Это когда мы Закончим встречу Можно Религию Я тоже самое Не понимаю Я вижу Например Чехию Ребята Тише Пожалуйста Значит Да Видимо Есть такая Маленькая страна Чехия Этой маленькой Стране Чехия Обратилась Куба И говорит Ребята В Чехии Мы такие Бедные Здесь На Кубе Можно вам Не будем Деньги Разрешить В этой ситуации Россия сказала Можно Кубе Сказала Можно Анголия Сказала Можно Мозамбику Сказала Всех Сказала И простила Миллиарды А чехия Сказала У вас нет денег Отдавайте Рому Нет денег И давайте Сигарами Как хотите Отдавайте Значит Алексей Навальный Не простит Ни одной Копейки Ни одной Стране Нам Самим Нужны Деньги Верно Я не понимаю Почему Вы должны Простить Реструктурируем Чем-то получим Это деньги Нашего народа Это копеечка В зарплате Это копеечка В пенсии Это очевидные вещи Мы не должны Разбазаривать То что принадлежит нам И ровно Об этом Об этих простых вещах Наша избирательная Компания И друзья мои Еще раз Когда мы с этим Придем Просто нужно Начать это делать Пять минут В день Тратить на агитацию И задавать Такие вопросы И говорить А Навальный Считает так И мы поймем Сейчас секунду И мы поймем Как легко Нам агитировать Как много людей За нами идет И как мы всех Увлечем И Алишер Усманов В своем Третьем видео Он может быть По логике Звездных войн Скажет Алексей Я твой отец Но он Не будет говорить Больше тюма о вас Спасибо большое Ребята Спасибо большое Мне очень было приятно В индивидуальном порядке В индивидуальном порядке Один наболевший вопрос По поводу пенсии По вредности По поводу пенсии По вредности Еще три года назад Ее считали Грубо говоря Устроился Первого сентября Десять лет Отработал Первого сентября Вот и десять лет Ушел Ушел на пенсию По вредности Но Сейчас Выкинули Все отпуска Больничные И так далее То бишь Для того чтобы Не спирать А Молоди Молоди Это литературский у вас вопрос Так ладненько Все Всем спасибо Всем пока Чуваки Я люблю вас Всем Всем удачи Всем пока В целом Пенсия А почему